Поражение в 44-дневной войне стало возможным только по одной очевидной причине. В Армении, с момента обретения нашей страной независимости, не было политика уровня Ильхама Алиева. Как передает Аххар Ас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Размик Акабджанян. Да, можете проклинать меня, обвинять в чем угодно, даже в предательстве. Но есть очевидные вещи, спорить с которыми бессмысленно. Пока все главы государства Армении думали только о деньгах, Ильхам Алиев усердно работал и добился политических успехов. Когда армянское общество выбрало Никола, это был выбор большинства. Сейчас в правительстве Армении идут разговоры вокруг секретных документов, в которых говорится, что Карабах будет полностью под контролем Азербайджана. А проживающие там армяне получат азербайджанское гражданство. Этому не нужно удивляться. При этом, объективно говоря, в уже сложившихся условиях, особых вариантов или маневров у Пашиньяна нет. В самом лучшем случае Пашиньян может выиграть время. Максимум пару месяцев. Самое странное, что Ильхам Алиев никогда не лгал. Даже когда он обращался к армянам, он открыто заявлял о своих планах. В результате этой политики Алиев важная персона для Европы, США, России и Турции. А мы? Кому мы нужны? Никому. Поэтому нам надо смириться. Отметил армянский эксперт. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.